Всем привет! С вами коллекционер цветов. В этот раз я решила пробежаться по цветочному отделу Оби и показать вам, что есть в продаже, какие растения у меня уже есть, а какие я хотела бы приобрести. Но в общем я никак не могу смириться с потерей одного тропического растения в своей коллекции и надеюсь его сегодня здесь найти. Насекомоядные растения у меня уже были, жили так же, как здесь было показано в аквариуме. Но я от них отказалась. Мне стали неприятны эти дохнущие мухи, мошки, какой-то угол негативной энергии. Никак не соблазнюсь на корделину киви. Здесь такие прикольные подарочки, как тусята. Вижу телансию, она посажена в кокос, то ли торф, так не нужно делать. Ее донце должно быть сухим, иначе она загниет. И наш лаптерис, который у меня не получается. Он здесь в таких банках. Видимо, он все-таки не растет в обычных комнатных условиях. Ему нужна влажность воздуха 90%. Ряды эхиверий. Довольно такие капризные растения. Вот тут какой-то ужас. В банке с водой сидит суккулент. Это хавортия. Ей недолго осталось жить, к сожалению. Антуриумы андрианумы. Живет у меня красного цвета. Очень им довольна. Здесь в банке пепперомия и фитония. Фитония у меня не прижилась. Пахира акватика. Очень я ей довольна. Здесь они в разных размерах. Мое растение справа. Это 5 стволов, сплетенных в косу. Шикарные аглонемы. Огромные. Это сорт сильверквин. Смотрите, разломала корнями горшок. И рядом сильвербей. Моим тайландским гибридом до таких размеров еще расти и расти. Всякие антуриумы. Но еще сорт шибори. Фикус лирата. Пока что в моих хотелках. Но я хочу его вот таким штамбом, как этот фикус. Почти моя мечта. Стрелиться я Николая. Если бы это была стрелиться августа, то я бы ее взяла. У нее по-другому. Аккуратнее расположены листья. И цвет более серебристо-белый. Рядом цветущий спотифилум. Похож на сорт лауретта. Но я в поиске спотифилум сенсации. Он в два раза крупнее и дороже. Это диффенбахия марс. У меня есть похожий сорт сублим. Здесь драценки. Они сейчас всевозможные пестролистные. Можно найти три разных окраски. И наслаждаться. Пелея пеперами видная. Наверное, у каждого есть. Вот такой фикус поликарпа. Мечтаю завести. Но ищу смешную форму этих корешков. Каудекса. Пока не нашла. Какое-то тропическое подвявшее растение. Мне о нем ничего пока не известно. Помидорея. У меня есть варигатная. Вот еще одна моя мечта садовая. Самая живучая пальма для средней полосы. Выдерживает морозы до минус 10. И кратковременные до минус 20. И трахикарпус форчуна. Здесь эпипремну. С шикарными крупными листьями. У меня в коллекции живет поделеневшая Марбл Квин. А, я его нашла. Это хлорофитум Бонни. У него кудрявые листочки. Сам он весь такой кудрявый. В отличие от обычного хлорофитума. У меня до сих пор не было. Теперь я его возьму к себе домой. Здесь хороший зелененький аспарагус. Не знаю, что они делают, чтобы он не желтел. Здесь адрацена суркулоза. Ну, я мечтаю о адрацене суркулоза. Сорт Милки Вей. У меня получилось достать червенок, но он не прижился. Филадендрон, банан, сансиерия. Все это уже у меня есть. Замиакулькас у меня черный сорт Равен. Что здесь еще? Драцена маргината также есть у меня. Очень ей довольна. Вот этого папоротник Цикас нет у меня в коллекции. Но это какой-то уже больной экземпляр. Подсыхающий. Стоит среди суккулентов. Видимо, его забывают поливать. Вот такой классный кактус с толстыми колючками. Взяла бы. Но сегодня я пришла за другим. Смотрите, какая шикарная новая нога. Налина. Пробовала вырастить из хинантус раста, из черенка, но его съели клещи. Не получилось у меня его ращивать, поэтому я не соблазняюсь на его покупку. Вот такой ампелек с листочками в виде дельфинчиков. Очень мне нравится. Но пока воздержусь от покупки. Потому что сегодня я в поисках аллаказии медной Red Secret, которую я потеряла прошлой зимой. Вырастила ее до крупного размера. Она у меня цвела. Все было прекрасно, пока я не пересадила большой, слишком горшок. И залила ее таким образом. Монстера Адансона. Есть у меня отдельное видео о ее выращивании на канале в плейлисте Ароидные. Видела только на фото до этого. А теперь живую Бегония Iron Cross. Красивый рельефный лист. Но я взяла еще более крутую Бегонию. Добавила 5 евро. Бегонию Ferrox. Тут запахло аллаказиями. Это Амазоника. Вот она! Вот она моя мечта. Красавица Купрея. Я выберу сейчас себе самое хорошенькое растение. И заберу домой. Вот мы и дома. Вернее в саду. По традиции все покупные растения освобождаю от торфа. И аллаказию пересаживаю в грунт для ароидных. Очень аккуратно освобождаю ее корни. Наученная горьким опытом, я не стану увеличивать горшок. А посажу ее обратно в тот же размер. Вот моя бывшая аллаказия, которую я потеряла, как я считаю, из-за увеличения горшка. У нее было уже 5 стволов. Все это выросло из одной детки. У нее уже было несколько лет. Она цвела. Было 5 бутонов. Они раскрывались один за одним. А зимой почва в горшке не успела просыхать. По крайней мере, ее нижний слой, где находятся стволики аллаказии. И я вот застала вот такую ужаснейшую картину. То есть, я достала просто ствол. Он отгнил снизу. Все стволы в этом горшке поразились этой гнилью. Я ее срезала несколько раз, пытаясь спасти вот эти стволики, укоренить их. Но они все были поражены бактериальной инфекцией. И мне ни один не удалось спасти. Ну, я даю себе второй шанс. Купив молодое растение, учту все свои прошлые ошибки. На дно горшочка укладываю еловые шишки. Получится хороший дренаж с бактерицидными свойствами. Добавляю немного грунта и втискиваю корни в этот маленький горшок. Они будут успевать осушать всю землю в горшке. И надеюсь, они зимой не вымокнут, не загниют. Присыпаю все свежим грунтом. В парниковых условиях после пересадки авоказия медная не нуждается. Единственное, осталось ее полить. В этот раз я приготовила ей специальный полив. В теплой воде я развожу споры микоризы. Это почвенный грибок, который поселится на горнях и будет помогать авоказии усваивать питательные вещества из земли. Превращать землю в гумус. Вот такую упаковку микоризы я приобрела. Здесь есть описание состава. Входит эктомикориза грибок. Их название. Пизолитус. 750 тысяч спор. Ризопогон и так далее. Триходерма. Грибки. Кленингии. Еще 187 тысяч спор. И так далее. Эндомикориза. Гломус. 8 спор. Агрегат. 8 спор. И так далее. И полезные почвенные микроорганизмы. Почти 300 тысяч колоний. Образующие организмы бацилус, азотоформанс. Вкратце говоря, здесь собран такой микс грибков, из которого несколько допоселится на корнях аллоказии. То есть это не один какой-то специфический для определенного растения или семейства. А богатый ассортимент, который подходит для поселения на корнях, как декоративных, так и плодовых растений. И так, в середине лета, 5 июля, я пересадила аллоказию, полила раствором микоризы. Повторила эту процедуру через месяц. И результат. В октябре, спустя 3 месяца после пересадки, моя аллоказия выдала шикарный крупный лист. Всего на кусте 3 новых листа. Один пока еще только раскрывается. 2 старых листа поникло и пожелтело. Но это нормально, так как количество новых листьев превышает в 2 раза. Поливаю я ее раз в 10 дней. Заливаю хорошую порцию воды, чтобы полностью все пропиталось. И потом 10 дней она в поливе не нуждается при температуре воздуха в доме. Плюс 18 ночью, плюс 21 днем. Влажность воздуха 60%. Стоит она на южном подоконнике с притенением. Стараюсь ее опрыскивать водой каждый день. Но уже заметила паутиного клещика в выемках листа. Но у тех, кто выращивает аллоказии, это не вызовет удивления. Я обработала листья аллоказии маслом дерева ним. И пока все в порядке. Для того, чтобы следующие листья не были мельче, нужно уже поставить аллоказию под фитолампу. И досвечивать ее с 8 утра до 9 вечера. Хлорофитум Бонни я тоже пересадила в тот же день вместе с аллоказией. 5 июля, вот прошло 3 месяца, наросло 2 таких ветки с детками. Но сам куст не особо покрупнел. Видимо, кудрявый хлорофитум сорт Бонни растет средними темпами, в отличие от классического хлорофитума. В данный момент в горшке 12 сантиметров в диаметре находятся 3 растения хлорофитума. Возможно, весной я его перевалю в горшок побольше и добавлю пару деток для пышности. Вот так закончился мой поход в цветочный магазин. Моя коллекция пополнилась достойными растениями. Надеюсь на удачную зимовку. Друзья цветоводы, всем спасибо, кто делится своим опытом в комментариях под видео. Многие советы я использую в уходе за своими растениями. Они благодарно машут вам листочками. Если вы еще не подписаны на мой цветочный канал, то добро пожаловать! Я прощаюсь с вами ненадолго. С вами была Ирина, коллекционер цветов. Всем удачи и процветания!